Кроме мостов, сегодня в мэрии также говорили о подготовке к зиме и начале нового учебного года. На оперативном совещании в гурисполкоме побывали и наши корреспонденты. О подготовке школ к новому учебному году на совещание отчитался директор департамента образования Запорожского горсовета Владимир Кузьменко. Не считая казуса 47-й школы, где праздник 1 сентября не состоялся по техническим причинам, в остальном всё нормально, ведь на подготовку школ к учебному сезону освоены серьёзные суммы. Для решения проблем, которые связаны с подготовкой школ к новому учебному году, было выделено 1,87 млн грн. Они также полностью освоены. С небюджетных фондов у нас на школы и дошкольные учреждения было затрачено порядка 17 млн грн для подготовки к новому учебному году. Что касается подготовки города к осенне-зимнему периоду, то чиновники городской власти уверяют, что работа ведётся. Из запланированных объёмов работ КПЛУАД было выполнено 97% планированное. То есть это более 100 тысяч квадратных метров дорог было отремонтировано. На сегодняшний момент планируется заготовить на осенне-зимний период. Это 2000 тонн соли, 15 тысяч тонн сыпучих материалов и подготовить 79 единиц. Тревожно нынче на фронте жилищно-коммунального хозяйства города. Мало того, что бюджетных средств на ремонт и домов не хватает, так ещё и участились случаи воровства. У нас порядка 30 приборов учёта на отопление уворовали. Очень много кабеля было разворовано, лифты разворованы. Сейчас дошло до того, что уже снимаются металлические двери, радиаторы отопления в подъездах. Я такую информацию подготовила, но общий ущерб на сегодняшний день, который нанесли нам этим воровством, это 583 тысячи гривен. Впрочем, все отчёты, которые были заслушаны сегодня, это лишь генеральная репетиция перед главным отчётом о готовности. Время ЧИ назначено первым вице-премьером Украины Клюевым на 25 сентября. Именно в этот день чиновники должны доложить о готовности городских служб встретить холода во всеоружии. Продолжение следует...